Войну начали для того, чтобы удерживать власть. Я думаю, что войну начинали, чтобы сохранять власть подольше. Войну начинали для того, чтобы остановить тот процесс снижения поддержки, который начался сразу после выборов 2018 года. Был подстегнут пенсионной реформой, повышением пенсионного возраста и представлял собой в самом общем виде эрозию крымского консенсуса. У нас, в принципе, действует довольно повторяющаяся схема. Снижение популярности верховной власти, второй этап – нарастание протестной активности, третий этап – подавление протестной активности, которая при этом не возвращает тебе популярность, четвертый этап – какое-то внешнеполитическое приключение, которое создает новый консенсус. Парадокс этой войны состоит в том, что это война, начатая с консервативными, а не революционными целями, как я это понимаю. Для того, чтобы сохранять власть сколь угодно долго, изолировать страну от тех влияний, которые мешают сохранять власть сколь угодно долго, не дать вот этому новому враждебному поколению получить то, что они неизбежно бы получили, не сидеть, ждать, пока из тебя песок весь высыпется и просто ходом времени тебя унесет, а, как я сказала в отчаянии в самые первые дни войны, бетонную плиту обрушить вот на этих людей, чтобы они не выползли из-под нее. Получилось ли это или не получилось? С одной стороны, можно сказать, что вроде как пока получается, власть-то сохраняется. Мы на это говорим, что она бы и так сохранилась и без войны. Но это нас опять уносит вот в эту ложную логику, где рациональное – это умное. Я думаю, кстати, что название отражает представление организаторов. То есть не война народная, а действительно специальная военная операция. Нечто вроде крымской, только больше, красивее и успешнее, с чем мы подходим триумфально к 1924 году. Но как это? Что-то пошло неплохо.